Привет всем, я Павел и это Древняя Генжа, канал на котором мы обсуждаем тему Карабаха и Азербайджана-армянских отношений. Азербайджан продолжает демонстрировать не только Армении, но и всему миру свою твердую и принципиальную позицию, давая понять, что никакие провокации против Азербайджана не останутся без ответной реакции азербайджанской армии. Территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена на все 100%. Остатки недобитых сепаратистских сил должны быть в срочном порядке устранены из азербайджанской территории. Либо они уйдут сами, либо же будут добиты как террористы и захватчики. Готовится очередная встреча лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе. Если армянская сторона или организаторы этой встречи надеются под давлением добиться каких-то уступок со стороны Азербайджана, то они очень ошибаются. Сегодня организаторы подобных встреч должны понимать, что Азербайджан ничем не поступится, и прежде всего своими принципами, связанными с сохранностью территориальной целостности. Провокационные шаги армян не способствуют решению проблем в нашем регионе. Если организаторы заинтересованы в восстановлении безопасности в регионе Южного Кавказа, то они должны в первую очередь воздействовать на Армению, а не раздавать всем пряники и не убеждать в необходимости дружить и сотрудничать. Говорить о дружбе и сотрудничестве можно будет лишь тогда, когда будут решены принципиально важные вопросы. Должен быть подписан мирный договор, в результате которого Армения признает территориальную целостность Азербайджана и откажется от территориальных претензий. Должна быть утверждена граница между Арменией и Азербайджаном на основе советских карт, которые имеются в наличии как у Армении, так и России. Также армянская сторона обязана передать Азербайджану полностью все имеющиеся карты минных полей. Должен быть решен вопрос Зангизурского коридора. Все военизированные подразделения армянской стороны и сепаратистов должны быть либо выведены, либо уничтожены. Карабах должен быть полностью очищен от всех нелегально находящихся там военных. И, конечно же, должны быть запущены юридические механизмы по возмещению Армении ущерба для Азербайджана из-за оккупации ею азербайджанских территорий. Без решения этих вопросов не стоит даже поднимать тему дружбы и сотрудничества. Это, конечно же, непростые шаги для Армении, но их необходимо будет предпринять, для того, чтобы перезагрузить отношения между армянским и азербайджанским народами. Конечно же, чтобы помирить два народа, армянский и азербайджанский, необходимо будет чудо. Мне, например, в это тяжело поверить, но в любом случае Армении необходимо предпринимать шаги в данном направлении. Ничего не делать, это значит только усугублять ситуацию. Друзья, почему я сказал, что не верю в мир между Арменией и Азербайджаном? Да по той простой причине, что армяне не перестают угрожать Азербайджану реваншем и местью. Определенные силы в Армении пытаются выиграть время с помощью различных игр, полагаясь на временное размещение российских миротворцев на территории Азербайджана и поддержку некоторых сил в Европе. Та двойная политика, которую ведет Армения в последнее время, визит армянских депутатов Ханкинди и глупые заявления Арарата Мирзаяна по Карабаху во время различных встреч в Стокгольме, аномальные выступления председателя Совета национальной безопасности Армении Григоряна, а также невыполнение пашинянам своих обещаний, конечно же, наполняют чашу терпения Азербайджана. Если противоположная сторона не предпримет позитивных шагов, если процесс делимитации и демаркации не начнется, официальный Баку, используя тот факт, что не установлена граница по отношению расположенной на древних землях Азербайджана современной Армении, имеет право претендовать на эти территории и даже присоединить их к своим землям другими способами. Такое мнение выразил председатель бакинского клуба политологов Заур Мамедов. И я, друзья, вижу, что все к этому идет. Так действительно может произойти. Народ Армении должен отдавать себе отчет в том, что ситуация очень серьезная, и те игры, в которые пашинян пытается играть с Баку, могут очень плохо закончиться для всей Армении. Тянуть время с подписания мирного договора и демаркации границы ни в коем случае армянам нельзя. Пока есть возможность мирно решить этот вопрос, его нужно решать. Армянам нужно четко понимать, что ситуация меняется, и на средней линии Евразии устанавливается новая геополитическая конфигурация. В этой геополитической конфигурации такое поведение Армении может привести к тому, что она исчезнет с карты как государство. Азербайджан восстановил историческую справедливость и будет делать это и дальше. Здесь впору вспомнить бывшего президента Армении Левона Терпетросяна, которому я посвятил вчерашний свой ролик. Левон Терпетросян заявил, что весь мир считает Карабах частью Азербайджана. Азербайджан лишь восстановил часть своей территории, и никто его за это не осудил. Наоборот, все поддержали, заявил Терпетросян. Первый президент Армении признался, что Азербайджан воспользовался своим законным правом и восстановил территориальную целостность. С этой реальностью армянам стоит уже смириться, добавил Терпетросян. Как мы видим, даже президент Армении признает законными действия Азербайджана. И он подчеркнул, что действия Азербайджана не были осуждены. Так что армянам стоит задуматься над словами своего первого президента, который усвоил урок. Нынешнему руководству Армении стоит также сделать правильные выводы и идти навстречу Азербайджану, а не избегать его. Послушайте, что дальше заявил Левонтер Петросян. Цитирую. Весь мир говорит нам, что нужно согласиться с тем, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. От нас уже ничего не зависит. Все закончилось. И если мы не согласимся, нас ждут страшные проблемы. Друзья, я абсолютно согласен с президентом Петросяном. На сегодняшний день уже не стоит вопрос, чей Карабах. В этом вопросе уже поставлена жирная точка. Осталось лишь вывезти из Ханкинди в Армению хлам, на что у армян есть 3,5 года. Сегодня проблема армян состоит в другом. Как не потерять новые территории и как сохранить свою государственность? Тер Петросян задается вопросом, почему армянские политики и интеллигенция этого не понимают? После всего плохого, что случилось с нами, почему армяне ничуть не поумнели? Он называет эту ситуацию ужасной и считает, что Армению ждут новые беды. Также Левонтер Петросян заявил, что Армения немедленно должна прийти к какому-либо соглашению с Азербайджанами и Турцией. Он особо отметил, что вечная вражда с соседями ставит под угрозу существование самой страны. Ну что ж, золотые и правильные слова, друзья. Но видать эти слова, как глаз вопиющего в пустыне. Их не слышат и не воспринимают всерьез в армянском обществе. Поэтому ситуация в Армении с каждым днем будет скатываться с плохой в еще худшую. И мне добавить здесь просто нечего. Спасибо, дорогие друзья, за просмотр и лайк. С вами был Павел. Всем удачи!